Лучший кондуктор автобуса. Конкурс профессионального мастерства по таким названиям стартовал в столице Заполярья. Соревнования для работников автотранспортного предприятия проходят в несколько этапов. Теоретический и практический. За победу борются 12 сотрудников учреждения, которые трудятся в сфере обслуживания пассажиров на протяжении многих лет. Все подробности у моей коллеги Людмилы Сидейской. Сергей Парфенов в профессии чуть больше месяца, но уже сейчас говорит уверенно, что и дальше продолжит трудиться в этой сфере. От многочасовых поездок молодой человек не устает. Ему нравятся не только условия, но и постоянное общение с большим количеством пассажиров. Ну а самое важное, как и на любой работе, дружный и хороший коллектив. Поэтому на смены Сергей ходит с удовольствием. Общение с людьми, коллектив очень хороший. Ну и зарплата очень хорошая для нашего города. Но трудности есть только в уме быстро считать. Нужно как бы там за 100 рублей, ну 100 дают, когда там 37, 18, 7 рублей. То есть все вместе сосчитать нужно и отдать быстро сдачу. Потому что народ ждет. Это только на первый взгляд кажется, что кондуктор – профессия несложная. На самом деле, помимо обелечивания, именно так называется процесс взымания платы за проезд, есть еще целый ряд обязанностей. Например, знать законы, на основе которых человек пользуется льготами. И, конечно, помнить правила оказания первой медицинской помощи и требования противопожарной безопасности. Кроме того, кондуктор должен всегда быть вежливым и обладать стрессоустойчивостью. В принципе, все вежливые, хорошо. В целом, неплохо. Но все-таки целый день на ногах, и люди разные попадаются. Особенно, когда в час пик народу много, это очень тяжело. Все хорошо работают. Так что, не знаю, жалоб никаких следствий. Зимой очень холодно, и во всех автобусах ездят. И особенно, когда люди все одеты, проходить между рядами очень тяжело. Чтобы поднять престиж профессии, Наринмарское АТП впервые проводит конкурс мастерства «Лучший кондуктор автобуса». Участники должны показать свои знания в этой сфере деятельности, а также представить новые подходы к работе. Кондуктор, работа специфическая, действительно. На нее не идут даже при любой зарплате, мне кажется. Даже зарплата, в общем-то, не так и плоха, как говорится, но работать сюда они рвутся. Потому что нужно встать очень рано, выдержать всех пассажиров, которые они привозят сотнями. Их нужно выдержать, их характер, их настроение самой, попытаться не сорваться. Соревнования проходят в несколько этапов. Первый – голосование на сайте Наринмарского АТП, которое продлится до 15 часов 19 декабря. Всего кандидатур 12. Для того, чтобы выбрать понравившегося претендента и поддержать его, необходимо поставить галочку напротив фото. Второй и третий этапы, по результатам которых и выявят лучшего кондуктора, пройдут в середине следующей недели. Теоретические вопросы тестируем, они будут проходить. Потом практические задания, они, по-моему, два задания будут получать практических. Там отводится время на первые теоретические ответы, там, допустим, сколько дается, 15 минут, по-моему. Далее идет второе задание, практическое задание, примерно по два вопроса у них, скорее всего, будет. Звание «Лучший кондуктор автобуса» присвоят кандидату, который наберет большее количество баллов. Имя победителя назовут 20 декабря. Людмила Сидейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.